В этом видео вы узнаете о проекте Archway, поймете строение экосистемы Космос и за счет чего Archway позволяет зарабатывать на блокчейне, а также на примере автосервиса разберетесь, почему нынешние криптовалютные сети несправедливы по отношению к разработчикам приложений. Экосистему Космос можно представить как обычную средних размеров фирму. Эта фирма состоит из отдела маркетинга, бухгалтерии, различных исполнительных офисов и административного центра. Каждый отдел является полноценным звеном в системе со своими функциями, но вне фирмы они не смогут существовать. Ровно как блокчейны в экосистеме Космос являются отдельными децентрализованными приложениями или специализированными сетями со своими особенностями. Они могут коммуницировать друг с другом напрямую, без посредника в виде Космос Хаба. Например, Archway был бы отделом маркетинга, так как его миссия направлена на привлечение новых разработчиков и пользователей в экосистему Космос. Узнать подробнее об архитектуре экосистемы Космос и принципах ее работы вы можете из нашего видео. Archway – это вспомогательный блокчейн смарт-контрактов для экосистемы Космос, позволяющий разработчикам легко развертывать полноценные децентрализованные приложения и получать вознаграждение напрямую от блокчейна за вклад, который они вносят в сеть. Интернет упростил доступ к информации, но не полностью упростил доступ к капиталу. Компании и единичные разработчики во всем мире не имеют доступа к тем же возможностям, что и их коллеги в более развитых странах. Нынешние блокчейны нельзя назвать справедливыми с точки зрения вознаграждений пользователей за степень их вклада в экосистему. Как если бы автомеханик, который вручную собирал автомобиль, тратил свои силы и средства на запчасти для починки, не получил бы ни копейки, потому что автовладелец заплатил бы всю сумму площадки, на которой нашел этого механика. Проект Archway стремится создать протокол, который поддерживает справедливую систему наград в блокчейне, ту, которая вознаграждает не только валидаторов и самых ранних участников, но и разработчиков, которые наполняют экосистему блокчейна контентом. Разработчики — это жизненная сила сети, создающая децентрализованные приложения и сервисы, которые привлекают новых пользователей и приносят миллионы долларов в виде ежедневных сетевых сборов. Также в классическом блокчейне средства от пользователей минуют разработчиков, которые развивают экосистему блокчейна и наполняют ее децентрализованными приложениями. Эти средства переходят валидатором, поддерживающим стабильную работу сети. В результате создатели DApps вынуждены создавать собственные токены, чтобы получать хоть какую-то прибыль. Зачастую для таких токенов создают искусственную ценность в виде голосований для холдеров, чтобы придать видимость необходимости для покупки. В то же время нельзя отбирать все средства у валидаторов и передавать их разработчикам. Необходимо найти золотую середину, которая будет справедливо оценивать вклад каждого участника сети. С этой целью создан протокол Archway, меняющий способ награды активных участников криптовалютных сетей, открывая совершенно новый вид экономики, ориентированный на разработчиков. С протоколом Archway децентрализованные приложения могут получать вознаграждение из общей казны, которая наполняется за счет комиссий за транзакции и наград за стейкинг нативной монеты блокчейна. Эта модель заработка похожа на то, как валидаторы получают вознаграждение за работу нот в типичном блокчейне Proof of Stake. Archway позволяет каждому разработчику DApp и его сообществу выбирать, как распределяются награды. Когда создается макет контракта, разработчик DApp указывает адрес владельца, на который автоматически зачисляются все вознаграждения. Этот адрес может быть собственностью одного из разработчиков, общим кошельком компании или находиться под управлением смарт-контракта, что открывает широкий спектр идей по дальнейшей циркуляции средств. В отличие от существующих платформ смарт-контрактов, Archway не сжигает комиссионные сборы, а распределяет их между разработчиками DApp и валидаторами после каждого созданного блока. При запуске сети Archway средства, полученные от комиссионных сборов, будут делиться поровну – 50% уйдут разработчикам приложений и 50% валидаторам. Однако в будущем это соотношение может меняться. Злоупотреблять такой системы не получится. Разработчикам будет невыгодно спамить транзакциями в сети, так как скидки на газ компенсируют только половину уплаченных комиссий. В качестве дополнительной защиты от возможных злоупотреблений загрузка новых контрактов в сети Archway требует более высоких комиссий, чем обычные транзакции, чтобы предотвратить развертывание спам-контрактов. Нативная монета сети Archway имеет такую же инфляционную модель, что и Atom. Монеты для вознаграждения валидаторов и разработчиков создаются в дополнение к уже циркулирующему предложению с ежегодной инфляцией – от 7 до 20% в зависимости от соотношения монет, которые находятся в стейкинге. После создания новых монет протокол Archway делит часть новосозданных вознаграждений напрямую с приложениями. При запуске монеты 25% наград будут уходить разработчикам DApp, а 75% – валидаторам. К примеру, если общая годовая инфляция в сети составит 8%, то 2% уйдут приложением, а 6% – валидаторам. Затем общая сумма наград для приложений пропорционально распределяется на основе суммы всех комиссий, которую генерирует каждое приложение. В нашем примере доля наград для разработчиков составляет 2%. В таком случае обменная площадка, на которой было оплачено 10% от всех комиссий, получит 10% от пула, что равно 0,2% от всех наград протокола. Чтобы смягчить потенциальные атаки мультиаккаунтами и гарантировать, что спам-транзакции не будут прибыльными, каждое децентрализованное приложение имеет максимальный предел вознаграждений. Контракт, развернутый в Archway, не может получить вознаграждений больше, чем общий газ, который он генерирует в течение эпохи. Любые излишки вознаграждений будут отправлены в сокровищницу Archway, где дальнейшая судьба средств решается сообществом с помощью голосований. Платформы смарт-контрактов сегодня взымают сетевые сборы в зависимости от объема данных в транзакции. Хотя этот метод измерения работает для нынешней экономики сети, он не поддерживает случаи использования, когда разработчик должен покрывать дополнительные расходы, такие как оплата серверов для хранения данных, обработка данных вне блокчейна, оплата услуг оракулов, страхования и аудита смарт-контрактов. С помощью Archway разработчики DApps могут определять индивидуальную плату за взаимодействие со своими смарт-контрактами. Например, регулировать комиссию за транзакцию на обменной площадке для пользователя, в зависимости от его торгового объема. Чтобы сделать взаимодействие с комиссиями бесшовным, плата за смарт-контракт встроена непосредственно в плату за сеть, поэтому конечным пользователям не нужно разбираться, почему они платят комиссию дважды. Поскольку контракты могут быть интегрированы в несколько децентрализованных приложений одновременно, разработчики имеют возможность получать выплаты за комиссионные сборы из нескольких источников с различной пользовательской базой, взаимодействующей с их кодом. Они могут написать и монетизировать один контракт, а не полнофункциональное приложение. Представьте, например, с какой скоростью бы развивалась сфера обучения, если бы за каждую статью на Википедии авторы получали вознаграждение. Вознаграждения, генерируемые децентрализованным приложением, могут быть переданы принадлежащей сообществу DAO, которое занимается координацией и финансированием новых элементов проекта. Понять принцип работы DAO или же децентрализованных автономных организаций можно на примере автомата с чипсами. Это не самое заурядное изобретение требует внимания человека. Кто-то должен оплачивать счета за электричество, чинить поломки, следить за наличием ассортимента внутри автомата, пополнять запасы товаров и забирать прибыль. Проводя аналогии в случае DAO, все задачи по обслуживанию выполняет код или же смарт-контракт, как его принято называть на блокчейне. В результате весь процесс от пополнения автомата чипсами и обслуживания до сбора прибыли производится в режиме без участия человека. Однако любая система требует улучшений, в этом и заключается роль человека в DAO. Организация состоит из множества людей, которые, к примеру, владеют токеном проекта и имеют право предлагать изменения в системе и голосовать. Единственное их отличие в том, что сила их голоса зависит от количества токенов, которым они владеют. Средства, поступающие в фонд DAO, могут постоянно вноситься в казну организации, что позволяет участникам коллективно управлять активами и перераспределять их в соответствии с конкретными потребностями проекта. Такая DAO может голосовать за финансирование команды разработчиков, спонсировать мероприятия и хакатоны, оплачивать аудиты кода, открывать баунти-ханты, запускать образовательные программы для обучения аудитории, субсидировать сторонние интеграции и так далее. Все, что может потенциально принести пользу и расширить экосистему. Сама DAO может существовать и работать как набор смарт-контрактов поверх Archway, поэтому весь процесс автоматизирован и прозрачен на протяжении первоначального сбора вознаграждений, голосования и распределения грантов. Предоставление участникам коллективного контроля над казной помогает активно вовлекать сообщество в жизнь проекта и способствует постепенной децентрализации самого приложения. DeFi-проекты могут использовать средства, полученные от протокола, для увеличения вознаграждения за предоставление ликвидности на их площадках, что является жизненно важной стратегией для привлечения новых пользователей и поощрения активного участия. В таких сетях, как Ethereum, пользователи обменных децентрализованных площадок оплачивают две комиссии – сетевую комиссию и комиссию за обмен. Сетевая стимулирует валидаторов управлять нодами, а комиссия за обмен стимулирует поставщиков ликвидности, предоставляет ликвидность на децентрализованном обменнике. На Archway обменную площадку можно спроектировать таким образом, чтобы эффективно устранить одну из этих комиссий. Вместо этого DEX протокол может перераспределять заработанные средства обратно в полу ликвидности для увеличения доходности, что привлекает новых пользователей в проект. Раньше каждая зона была вынуждена самостоятельно искать финансирование, получать гранты и тратить время разработчиков на создание токенов. Проект Archway позволяет развиваться всей экосистеме космос и ее зонам вместе, концентрируя внимание на практической пользе каждого проекта для реальных пользователей. О каком проекте из экосистемы космос вы бы хотели увидеть следующее видео? Подписывайтесь на канал Криптон и наши соцсети, все ссылки будут в описании.